Это моя бабушка, причем один из любимых, вот вы можете наблюдать, красота просто. Короче, я думаю, что с каблуками будет смотреться просто потрясающе. Всем привет, мои хорошие, с вами Эка Эмили, и сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. Я, значит, готовлю себе завтрак. Вы все обвиняли меня в том, что я ем так много вредной еды. Вот завтрак у меня выглядит так. Это овсянка. Беру целый банан, нарезаю его в овсянку. И каждое утро мой завтрак выглядит именно так. Вот один раз я попробовала овсянку именно с йогуртом, мне очень понравилось, и после этого я постоянно так делаю. Очень часто, кстати, вам показываю свои завтраки в своем инстаграме, так что обязательно подписывайтесь. Жиденький он у меня. Завтрак у меня уже готов, приступаю к еде. Приятного аппетита мне. Я проснулась где-то два часа назад, но до сих пор не собрала постель. Я специально не собирала ее, потому что буду делать уборку вместе с вами. Спустилась бабушкой вниз по лестнице. Мы специально поднимаемся на 18 этаж, и потом спускаемся вниз. Это такого рода физкультура для бабушки. Я вообще очень люблю свою бабушку. Она для меня как вторая мама, можно так сказать. Она у меня человек пожилой, поэтому нуждается в движении. Стараюсь как могу о ней заботиться. Это моя бабушка. Мы сейчас с бабушкой спускаемся вниз и делаем немножечко физкультуру. В общем, сегодня покажу немножечко мою жизнь, потому что вы скучали по влогам, а я это знаю. Вот так вот по лестнице мы спускаемся с бабушкой. Вот вы просто посмотрите на мой балкон. Вот как они могли со мной так поступить. Это хурма, которую мы привезли из деревни. У нас в деревне есть сад. Там очень много всяких фруктов. Мой балкон взяли в аренду. Печалька. На улице просто потрясающая погода. Посмотрите, я вот в маечке и мне даже жарко. То есть не скажешь, что сегодня 26 октября. Обожаю такую погоду в Баку. Здесь у нас, кстати, не бывает снега. Это большой плюс, с одной стороны. Но с другой стороны, когда я в ютубе вижу видео, фотографии, где люди со снегом, мне сразу так становится грустно, хочется в Россию. Потому что, если кто не знает, то большую часть своей жизни я прожила в России. Я очень люблю эту страну. Конечно, здесь климат лучше, мягче. То есть нет всех холодов, но иногда хочется какого-то экстрима. Здесь бывает снег раз, наверное, в три года где-то. И как только выпадает снег, никто не выходит на улицу, никто не идёт в школу. За руль уже никто не садится, все вызывают такси. Такси тоже не каждый выйдет. И все начинают фотографироваться со снегом. Это реально очень мило. Когда я в первый раз приехала сюда, и здесь как раз-таки выпал снег, когда люди фотографировались со снегом, мне казалось это настолько глупо. Но сейчас я сама скучаю по тем временам. Ой, ребят, сколько я сегодня мучилась с вот этим вот видео, где я ем фрукты. Один раз смонтировала его, там опаздывал звук, потом перекинула, опять начала монтировать. В общем, я должна была его выложить в 12.00, а сейчас уже 3 часа дня, и до сих пор видео не на канале. Какой ужас. Ещё мне комнату нужно убирать, ещё мне влог снимать. Куча дел просто, ничего не успеваю. Продолжение следует... я собрала постель сделала некоторые домашние дела еще нужно там прибраться кое-где кое-что поразбирать вообще в шкафу сделать порядок хочу убрать все летние вещи хотя кучу вещей новых купила я себе потому что вещи были на скидках вот эта вот маечка я ее купила в Нью-Йоркере всего за 3 моната мне кажется просто прелесть она такая укороченная сейчас вам кстати все покажу правда не все там на скидках но большинство да еще очень прошу не пишите мне по поводу моего лица у меня лицо вообще в отвратительном просто виде я это все понимаю конечно не стоило снимать влоги с таким лицом но мне хочется вы хотите видеть влоги поэтому я снимаю с чем связано такое состояние кожи на лице потому что я начала лечение я пью антибиотики делаю всякие масочки и все мое лечение направлено на то чтобы убрать жирность на лице и тем самым кожа стала нереально сухая у меня здесь она прям шелушится прям знаете вот так вот хлопьями можно отрывать кожу с лица я если честно результат лечения вижу но пока что говорить о каких-то результатах рано самое главное что новые высыпания у меня на коже не появляются просто кожа очень сильно сухая и мне ее увлажнять нельзя наоборот я пью таблетки пользуюсь кремами всякими чтобы избавиться от вот этих вот проблем сейчас вот мне так хочется почесать лицо но мне это делать нельзя поэтому я еле себя сдерживаю чуть позже я буду делать себе новые ноготочки а сейчас я хочу показать вам свои новые вещи которые я купила на скидочка что-то вроде этой маечки очень много всяких футболочек маечек и еще очень красивое одно платье все это купила в магазине нью-йоркер и еще о чем я хотела с вами поговорить мне очень часто в инстаграме пишут мне очень часто под видео в ютубе пишут почему ты не покупаешь какие-то супер дорогие вещи другие блогеры одеваются в супер брендовых магазинах почему ты не покупаешь вроде у тебя и квартира неплохая и так далее так вот я хочу всем ответить на этот вопрос также мне очень часто спрашивают почему ты айка не возьмешь себе айпон почему ты пользуешься самсунгом ты работаешь на двух работах кто-то даже из коллег мне походу пишет что у тебя хорошая зарплата куда ты деваешь деньги и так далее во-первых лезть в чужой карман это неправильно во-вторых я человек который не живет сегодняшним днем я думаю о будущем и иногда когда я смотрю всякие передачи и смотрю там инста девушек вот таких инстадив и они начинают рассказывать о том что квартиру я снимаю машины у меня нету зато вы знаете у меня туфельки за 3000 долларов а еще у меня таких туфелек 20 пар посмотрите какая я молодец я не осуждаю таких людей это их выбор просто прошу не осуждайте меня потому что я человек у которого нету автомобиля у которого нету своего жилья поэтому для меня на данный момент самое главное это вот такие вот большие цели поэтому я не трачу деньги на такие вот мелочи то есть каждый человек живет так как он может жить кому-то повезло и кто-то имеет очень богатых родителей которые могут раз и всем обеспечить своих детей но есть люди которые сами чего-то в жизни добиваются стараются и так далее и эти люди больше начинают ценить деньги потому что они зарабатывают эти деньги сами если вы думаете что ютуб канал приносит мне миллионы вы очень сильно ошибаетесь на этот счет да я снимаю очень много роликов и они действительно набирают просмотры но это небольшие деньги на самом деле это просто как на уровне хобби если сейчас сравнивать например мой заработок с работы и например заработок с ютуба то конечно же на работе я зарабатываю намного больше и даже некоторые мои друзья говорят что я трачу очень много времени именно на ютубе если бы это же время я тратила например на изучение какого-то языка я могла бы на своей работе продвинуться намного вперед и зарабатывать в 3-4 раза конечно же больше но я человек всесторонний то есть мне это нравится это не только связано с каким-то заработком я просто люблю это дело и я получаю кайф от того что я делаю я надеюсь что я сумела донести до вас свою мысль я надеюсь что мы друг друга поняли я хотела буквально 20 секунд с вами поболтать но получилось подольше так скажем пойдем смотреть новые вещички которые я приобрела не знаю даже мерить стоить или нет наверное я просто вот так вот вам чисто покажу потому что там ничего особенного знаете все такое простенькое самое обычное вот такая вот маечка у меня таких наверное штуки 3-4 но черные у меня не было она была на скидке стоила 5 монат представляете 5 монат сколько бы цветов не было я бы взяла все купила себе вот такую и точно точно такую же розовую это самый маленький размер по моему это XS вот это XS сидит облегающе классно подчеркивает фигуру мне очень нравится вот это уже один раз носила это еще нет буду с удовольствием далее значит здесь вот такие вот маечки самые простые просто взяла знаете на следующий сезон по-любому они мне понадобятся подумала раз на скидке почему бы не брать вот на таких вот бретелечках я люблю все облегающее все что может как-либо подчеркнуть мою фигуру я обожаю далее здесь вот такой вот боди боди стоило чуть дороже вот эти две маечки хотя нет знаете как вот эта маечка стоила 3 моната даже 3 представляете а вот эта точь-в-точь такая же стоила 5 и вот такой вот красивый боди тоже стоила 5 монат мне кажется вообще это бесплатно взяла даже не задумываясь если вы тоже хотите прикупить на следующий сезон на лето себе вот такие вот маечки футболочки обязательно идите в Нью-Йоркер и вещь из новой коллекции которую я приобрела это вот такое вот платье я просто влюбилась посмотрите какие интересные здесь пуговки смотрится очень красиво платье стрейчевое облегающее подчеркивает фигуру это самый маленький размер XS сидит просто потрясающе и стоило такое платье если я не ошибаюсь что-то в районе 70 монат на мой взгляд это недорого правда под новый год будут опять же скидочки можно купить подешевле но я боялась что моего размера не останется поэтому взяла мы просто собираемся для инстаграма снимать видео с компанией One Moments я думаю что это платье как раз таки я надену вообще подобного плана у меня ничего не было а всегда нравилось короткое платье очень красиво облегающее сейчас кстати надену и вам подробно покажу вот так вот выглядит платье сблизи мне кажется оно прям идеально сидит на мне это самый маленький размер я хотела взять чуть побольше но оно уже сидело не так элегантно не так хорошо короче я думаю что с каблуками будет смотреться просто потрясающе ничего лишнего не видно и в то же время очень красиво элегантно в общем я влюбилась как только я одела я поняла что все мне больше ничего не нужно это платье которое я искала всю свою жизнь приветики мои котики сегодня уже прошло наверное где-то 4-5 дней с момента начала съемок этого влога дело в том что я села сегодня и подумала что надо начать уже в конце концов монтировать видела что материала получилось очень мало решила еще снять один день из моей жизни знаю что вы любите мои влоги любите когда они длинные поэтому решила дополнить кстати закончился прошлый влог на том моменте где я начала делать ногти сделала себе вот такие вот синие получилось очень симпатично мне они очень нравятся уже можно сказать неделю я уже хожу с ними значит следовательно я начала снимать этот влог ровно неделю назад какой ужас без помады я немножко смотрю странно на улице дождик пасмурная погода из дома выходить вообще не хочется но вот в такую погоду у меня появляется зверский аппетит мне резко захотелось шашлыка люля-кебаб я позвонила в ресторан в котором я обычно заказываю еду там сказали что сегодня у них шашлыка не будет потому что мастер который делает этот шашлык у нас в азербайджане он называется кебабчи его сегодня нет у него выходной но на этом я решила не останавливаться позвонила еще в пару заведений там в одном месте меня не устроила подача в другом месте мне сказали что есть только люля и так далее в общем день сегодня вообще неудачный еще я кстати гладила свой вот этот свитер вообще ребята я вам так скажу я не я если со мной что-то ужасное не произойдет правда на камере вам не видно вообще не видно но я обожгла свой свитер причем один из любимых вот вы можете наблюдать красота просто я сейчас собиралась снимать для вас видео хотел одеться как-то красиво но в принципе не очень заметно что его обожгла особенно на видео поэтому скорее всего одену разбирала свои вещи зимние дома очень холодно уже начались холода это немножко конечно расстраивает еще отопление мы не включили поэтому сидим мерзнем я решила совсем без мейка не снимать видео видите я накрасилась осталось только губы а губы я специально не крашу когда начну снимать мукпанк перед этим я крашу губы матовой помадой чтобы это все смотрелось более менее презентабельно я значит здесь немножечко прибралась у себя на столе как вы видите и смотрите что я придумала да 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 теперь у меня в спальне всегда в этом углу будут лежать фрукты вечером когда я уже ложусь спать вдруг я осознаю что я голодна и мне не охота идти до холодильника поэтому холодильник теперь будет тут если гора не идет к Магомеду значит Магомед пойдет к горе прикольно да я придумала вот так вот в углу потом может быть даже куплю себе какую-нибудь вазочку красивую и всегда здесь будут свежие фрукты Дома холодно вообще отдубить можно ненавижу такую погоду иногда даже кажется что на улице теплее чем дома отопление не работает и у нас кстати не центральное отопление у нас стоит комби мы можем его включать тогда когда мы хотим но если комби включится каждый год это такой геморрой постоянный если он выключается потом его невозможно включить я буду сейчас пить чай вот с этой шоколадкой альпингольд это молочный шоколад без ничего шоколад мне поднимает настроение а еще кстати я заказала себе роллы причем разные не только знаете горячие я даже не знаю буду ли я снимать потому что у меня совсем недавно уже было видео с роллами я думаю что это будет как-то не очень интересно каждый раз одно и то же на этом наверное буду закругляться влог получился правда короткий но мне как-то непривычно снимать влоги если честно никак не могу привыкнуть к этому я помню что я вам обещала снять мое утро его обязательно сниму также на работе снять видео я вам обещала опять же сниму обязательно я все это помню если вам понравился этот влог то обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал может быть для вас это мелочь для меня безумно приятно я вас очень сильно люблю всем желаю удачного дня всем пока 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 пока